Добрый, добрый, добрый день! Сегодня мы с вами будем вязать полустолбик с накидом. И в предыдущее видео зарисовки мы с вами вязали полустолбик с накидом прямым. То есть нитку мы набрасывали на себя. В схемах обычно обозначаются вот такими маленькими крестиками. А сегодня мы с вами будем вязать полустолбик с обратным накидом. И в схемах он может вот так вот отображаться. Еще раз хочу заострить ваше внимание на то, что именно полустолбик в схемах это такая петля противоречивая, что в каждом издании может быть по-разному быть символы. Поэтому вы уточняйте обязательно инструкцию приложения, как данное издание оформляет вот этот полустолбик с накидом, чтобы у вас это не вызвало потом какого-то ступора. Поэтому это очень противоречивое обозначение именно по полустолбикам. Это связано, как я вам и сказала, как делается накид. Прямой или обратный. Сегодня наш урок будет посвящен полустолбику с обратным накидом. Я набрала 10 воздушных петель, цепочку сделала, провязала первый ряд с полустолбиком с обратным накидом. И теперь вот вам показываю на втором ряду, чтобы сразу было наглядно. Вот у вас видно. Соответствует второй ряд одной петли подъема. И теперь мы обращаем внимание. Первая петля мы сделали, это петля подъема. Вторая у нас будет вот во вторую идти. И я сразу хочу вам показать разницу. Видите, какая получилась косичка? Мы можем захватывать вот так вот. Мы можем за переднюю стеночку захватывать. А можем за заднюю стеночку. И все потом будет отражаться на узоре. Узор может быть рельефный. А может быть, вот как я сейчас буду вязать у вас, он будет такой равномерный. Поэтому вот у нас первая петля подъема соответствует первой петли. И я буду вводить, вот видите, полностью не за заднюю стеночку, за переднюю, а прямо за две половинки петли предыдущего ряда. Это очень важно. Я ваше внимание обратила. И как же делается обратный накид? Обратный накид мы делаем от себя на крючок. Теперь мы вводим во вторую петлю предыдущего ряда. Я беру две половиночки. Захватываю рабочую нить. У нас образовалось три петли. Опять захватываю рабочую нить и провязываю три петли вместе. Опять мы делаем обратный накид. От себя крючок пропускаем в предыдущую петлю в две половинки предыдущего ряда. Захватываю и через три петелечки. Обратный накид от себя в предыдущую петлю. От себя в предыдущую петлю. И три петли вместе. От себя в предыдущую петлю. Три петли вместе. Заканчиваем ряд. Заканчиваем ряд полустолбиков с обратным накидом. Накид от себя. В предыдущую петлю ряда. И провязываем вместе. Накид от себя. Вот у нас последняя петля ряда. Вводим в предыдущую ряд крючочек. Делаем захват ниточки и провязали. Чтобы подняться на третий столбик, нам надо сделать одну петлю подъема. Повернуть вязание. И продолжаем вязать полустолбик с обратным накидом. Накид от себя. В петлю предыдущего ряда я провожу в две половиночки. Вы когда уже будете мастерицей, вы будете выбирать. Может быть захотите в заднюю половиночку, вот сюда ввести крючочек. Может быть переднюю. От этого будет отличаться немножко урок. Но сейчас мы основной учим накид. От себя пропускаем. В предыдущую петлю ряда захватываем ниточку и три петли вместе. От себя. И заканчиваем так ряд. Заканчиваем ряд из полустолбиков с обратным накидом. Накид на крючок от себя. Предыдущую петлю ряда предыдущего пропускаем. Получается три петли. Провязываем одной. Опять от себя. Последнюю уже петлю предыдущего ряда. Получилось три петли. И одной петелечкой. Видите, у нас главное, чтобы была кромка равномерная. И я сейчас провяжу четвертый ряд полустолбиков с накидом обратным. Для того, чтобы мы смогли потом сравнить узор. Полустолбик с прямым накидом и полустолбик с обратным накидом. Заканчиваем четвертый ряд полустолбиков с обратным накидом. Ниточка на крючок от себя. Проводим крючок в петелечку предыдущего ряда. На крючке три ниточки. Захватываем рабочую нить. Провязываем одной петелечкой. Еще раз от себя. Вот у нас, видите, последняя, где петелечка. То есть не вот здесь мы заканчиваем, а вот у нас еще на самом краешке. Будьте внимательны в последних рядах, последних петелечка, чтобы у вас полотно не перекосило. Вот у вас три петелечки. Мы захватываем рабочую нить. Провязываем одной петелечке. И я заканчиваю образец. Провязываю вот так вот ниточку. Закрепляю. И вот так вот обрываем. У нас получается образец. Спасибо.